Круглый стол 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 Ну, здесь вот кратко, опять же, представлены те цифровые инициативы, о которых говорил в том числе Роман Олегович, которые вступили в силу, как начиная с 1 сентября 2022 года, собственно, те, которые уже в последнее время, вот с 1 сентября текущего года вступили в силу, вот они тут представлены, мы подробно о них будем рассказывать завтра в рамках круглого стола. Ну, основное, которое касается на самом деле всех, это вступило в силу с 1 сентября 2024 года, это так называемая автоматизация справок обезрудности, в настоящее время, как мы все знаем, эта государственная услуга перешла в фазу практически автоматической реализации, то есть заявитель указывает контур и спрашиваемого участка недр, после этого система в полуавтоматизированном режиме ему выдает соответствующее уведомление. И здесь на самом деле стоит отметить, что это касается не только федерального сырья, это касается всех видов сырья и общераспространенных полезных ископаемых, и это накладывает на органы власти особую ответственность, потому что насколько качественно, собственно, органы власти, субъекты федерации вносят соответствующую информацию в федеральную систему АСЛН, зависит качество и достоверность выдаваемой системы информации. Поэтому хотелось бы обратить на это особое внимание. Точно так же, о том же говорил Роман Олегович, это реализация механизмов апробации прогнозных ресурсов, механизмов проведения работ по региональному и геологическому изучению, вот это все реализуется тоже в рамках автоматизированной системы лицензирования и недропользования, ну и, по сути дела, тоже на эту тему мы более подробно поговорим завтра в рамках круглого стола. Очень важный момент, тоже, который касается, в принципе, всей отрасли, это переход на цифровой оборот геологической информации в рамках единого фонда геологической информации как федеральной государственной информационной системы. На самом деле, с прошлого года полностью мы перешли на пред, как сказать, сдачу, иначе говоря, геологической информации в цифровом виде через единый портал. Этот механизм реализуется в рамках перевода, в принципе, всей системы фондов на прием и обработку геологической информации, то есть, если раньше недропользователь был вынужден сдавать геологический отчет в федеральный фонд и в соответствующий территориальный фонд по принадлежности, теперь такой необходимости нет, сдается единый электронный комплект. Мы прорабатываем и до сих пор совершенствуем механизм проверки, единой проверки, собственно, представленной геологической информацией, в которой участвуют как федеральные фонды, так и территориальные фонды, и после того, как эта проверка проведена, уже на самом деле от недропользователя необходимо представить только бумажный комплект, который не проверяется, а просто сверяется уже с проверенным электронным комплектом. В настоящий момент в 2,5 раза сократилось время, общее время проверки комплектов, и за прошедший год мы получили прирост геологической информации более 1 пб, это на самом деле колоссальный объем, коллеги. Значит, мы сейчас по объему прироста среди отрасли, ну даже не отрасли, а скорее среди подведомственных Минприроды и организаций, сравним только с Росгидрометом, это на самом деле колоссальный объем. Ну вот здесь тоже показана некая цифра, вы видите, что у нас уже почти 8,5 терабайт на хранение геологической информации, не терабайт, это петабайт, на хранение общий объем предоставленной геологической информации, 300, более 300 тысяч уже в электронном виде. В качестве развития, чем Росгилфонд будет уже заниматься в ближайшее время, ну и в принципе уже занимается, мы перешли от стадии, собственно, цифрового оборота геологической информации к стадии уже на самом деле анализа этой геологической информации. Для того, чтобы это делать эффективно, необходимо перейти от хранения электронных документов к хранению и предоставлению геологической информации в структурном виде. То есть о чем идет речь? Речь идет о цифровой модели геологического строения Российской Федерации, вот так называемый ЦМГС, в составе Единого фонда геологической информации. Для этого мы должны разработать единые требования и форматы представления, в первую очередь, цифровой первичной геологической информации, то есть это и форматы стандарта, и цифровые модели, которые будут представляться в рамках уже, собственно, геологической отчетности. Будут разработаны соответствующие требования к техническим, программным и лингвистическим средствам, собственно, которые будут обеспечивать создание и эксплуатацию этой цифровой единой модели. На основе нее как раз будут разрабатываться цифровые сервисы, которые будут востребованы как государством, так и недропользователями, И, собственно, и как развитие этих цифровых сервисов уже будут использованы самые передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, о чем я расскажу немножко позже. Значит, очень большое внимание уделяется тому, чтобы все это работало, необходима соответствующая техническая инфраструктура. То есть такие колоссальные объемы, которые сейчас нам необходимо хранить и обрабатывать, и в будущем еще будет наращиваться, будет строиться система распределенных центров обработки данных, которые будут на самом деле обеспечивать полноценное хранение и безотказное, по сути дела, хранение. И, собственно, и обеспечение деятельности как федерального фонда, так и территориальных фондов. Вот сейчас какие уже результаты у нас, в принципе, достигнуты. С 2020 года мы разрабатываем довольно удачно единую аналитическую платформу, которая ориентирована на данные, собственно, СЛН и Единого фонда геологической информации, которая была в первую очередь предназначена для органов государственной власти, Роснедр и подвенственных учреждений. Это целый набор дашбордов, интерактивных панелей, которые разнородную информацию представляют в удобном для принятия решений виде. На сегодняшний момент почти 200 уже таких дашбордов по разным направлениям. Это и лицензирование, изменение минерально-сырьевой базы, другие параметры уже представлено. И мы уже ориентируем на нужды не только государства, но и на нужды недропользователей. И по востребованности уже достаточно большое количество услуг подобных мы уже оказываем. Поэтому, коллеги, предлагаю этой возможностью воспользоваться, и мы готовы к сотрудничеству. Ну вот, как пример, вот здесь такие интерактивные панели представлены. Я про них уже говорил и на прошлом совещании в Калуге. Сейчас мы их развиваем, мы адаптируем под нужды недропользователей и ориентируем на то, чтобы та информация, которая была представлена, она была, ну как так называем, в правовом поле, и никаких там сведений о том, о чем, так скажем, нельзя говорить, там не представлено. То есть это только та информация, которая не имеет никаких ограничений в предоставлении права пользования. Кроме того, значит, эта платформа имеет еще и мобильную реализацию, то есть она удобная не только для персонального компьютера, но и для любых планшетных устройств, собственно, мобильных телефонов. И может позволять человеку, особенно руководителю организации, иметь доступ к информации в любом месте, где он находится. Значит, одной из возможностей получать информацию о состоянии минерально-сырьевой базы является единая карта недропользования, которую также мы формируем на основании тех данных, которые аккумулируются и обрабатываются в наших федеральных системах. Значит, параметры доступа к этой интерактивной карте размещены на нашем сайте, очень многие уже этим воспользовались. Я предлагаю точно так же рассмотреть эту возможность, и, собственно, этот инструмент постоянно пополняется и совершенствуется, и мы готовы его также адаптировать под нужды отрасли по той обратной связи, которую, возможно, от вас получим. Собственно, на сайте есть вся информация, предлагаю коллеге, кто еще не воспользовался, эту возможность рассмотреть. Есть договор оферты и так далее. Собственно, вот есть адрес, по которому вы можете всю информацию получить, и после определенных юридических формальностей получить доступ по полноценной к этому ресурсу. Немножечко по перспективным направлениям, которые сейчас на слуху у всех, и этим направлением мы сейчас активно начали заниматься при поддержке определенных очень крупных недропользователей. Это направление по развитию искусственного интеллекта. Вот здесь представлены на сайте различные направления, по которым сейчас мы ведем работу. Это в первую очередь нужды, собственно, нас как органов власти по исполнению своих функций, то есть это даже, по сути дела, автоматическое распознавание данных из протоколов ГКЗ, формирование государственного баланса, вычленение экономических параметров, распознавание данных, которые представлены, геологических отчетов для формирования структурных баз данных и так далее. И, собственно, точно так же рассматриваем нужды недропользования, нужды отрасли по тем параметрам, которые, в принципе, интересны для принятия решений, в том числе в будущем для решения прогностических задач. Ну вот уже, на самом деле, здесь есть определенные результаты. Мы через какое-то время широкой общественности доложим те результаты, которые получены, они достаточно интересны. Это использование больших языковых моделей, аналог чат-GPT, который всем известен, который позволяет отвечать на вопросы, которые недропользователь может задать. То есть, как бы, если сейчас, я думаю, многие используют Единый фонд геологической информации для поиска геологической информации, мы, значит, там предоставляем некий поиск, ну, это по параметрам, ну, надо понимать, что человек ищет, и это достаточно сложно. Но использование искусственного интеллекта позволит, ну, в терминах естественного языка задавать вопросы, а что же мне нужно, там, например, для, там, анализа нефтенасыщенности определенных, так бы, ну, по определенной территории. И система будет ему отвечать на такие вопросы и давать ссылку на те материалы, по которым пользователь может проверить эту информацию. Ну, я свой краткий доклад на этом хочу закончить. Еще раз говорю, что завтра мы хотим наш круглый стол провести больше даже не только доклада, а скорее дискуссия, вопросы-ответы. Я думаю, что очень у многих возникают и вопросы, и какие-то сложности в рамках вот этих новых цифровых инициатив. Мы готовы к обратной связи, готовы к дискуссии. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Борисович. Да, действительно, в нашем мире, не владея информацией, не владея цифровыми инструментами работы с ней, уже сложно себе представить какую-то жизнедеятельность и, тем более, недропользование. Важные вопросы осветил Дмитрий Борисович в связи с изменениями, вступившими в силу также с 1 сентября. И, как вы видите, уже по прошествии двух докладов мы понимаем, что собрались уже здесь не зря. Нововведений много, их нужно обсуждать, их нужно понимать и принимать в своей работе. Станислав Игоревич, не могу не добавить, год назад мы обсуждали, мы, например, как основные пользователи цифровой платформы данные, представители органов власти, будем так говорить, мы говорили о том, что как сложно нам работать с этой платформой. Ваши коллеги, Дмитрий Борисович, нас убеждали в том, что, ну, немножечко потерпите, я буду даже так говорить, нам говорили, немножко потерпите, все наладится и легче работы уже не будет, чем впереди ожидаемой. На самом деле, не прошло и года. У нас сегодня, вот у нас Наталья Николаевна, здесь присутствует начальник отдела лицензирования и недропользования, мы можем сказать, что у нас вопросов практически не осталось к работе АСЛН, и настолько для нас это эффективный механизм регулирования вопросов лицензирования, ну, я вам аплодирую, спасибо большое. Спасибо. Да, и очень полезная вот эта платформа визиологи, которой рассказал Дмитрий Борисович, также кто пользуется, кто пользуется, да, оценивают. Спасибо еще раз. И мы переходим к следующему. Спасибо. 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 Спасибо.